Доброго времени суток! Сегодня будет обзор GSM сигнализации, если так можно назвать. Называется она PIR MP Alert A9. Собственно вначале будет анбоксинг, потом принципы работы данного устройства и грубо говоря недостатки, проблемы с которыми я столкнулся во время его использования. Пришло собственно два таких устройства. Скажу сразу, что одно уже вот это вот именно работает не совсем корректно, в нем не работает PIR модуль, сохранился весь функционал, но PIR модуль в нем не работает. Так собственно в комплекте была сама GSM сигнализация, если так можно назвать. Кабель зарядки USB одна сторона, вторая сторона специфический разъемчик такой использовался в фотоаппаратах. И дальше это блок питания, по качеству он очень хреновый, если его даже подключить, перед этим я зарядил слегка. Если его подключить к сигнализации не вставляя в сеть, то загорится светодиод. Это говорит о том, что внутри блока питания самая простая схема и в ней даже нет диода, который бы запирал выход с аккумулятора устройства, то есть в обратку. Одно такое устройство уже сгорел один такой блок питания, то есть это так, а бы было, а бы было что-то в комплекте. Ну и собственно инструкция, как им пользоваться на английском и китайском языке. Перейдем сейчас к принципам его работы и обзору. Так вот он открывается. Сюда устанавливается карточка любого оператора, в принципе, но у меня почему-то с лайфом он отказался работать только с МТС, более-менее корректно. Один сейчас работает, а вот это второй мой для экспериментов. После того, как вы установите карточку, постараюсь показать, там моргнет внутри светодиод. Так, не покажу. Ну, в общем, светодиод моргает три раза. Это означает, что устройство включилось и там буквально секунд за 20-30 он ищет сеть. То есть при установке первый раз сим-карты. Его нужно, скажем так, активировать. То есть вы вставили сим-карту и нужно позвонить вам на вот этот же номер. То есть вы звоните на этот номер, идет три гудка и устройство берет трубку. После того, как оно взяло трубку, оно запомнило ваш номер и уже, грубо говоря, можно его использовать. То есть оно привязалось к вашему номеру. После того, как оно привязалось к вашему номеру, оно вначале идет деактивированный режим, режим там ожидания. Чтобы его активировать, здесь в инструкции указано, что пошлите три-четыре единицы для активации устройства. Для деактивации шлем четыре ноля. Первый раз его нужно активировать, шлем три единицы и дальше, даже если, допустим, аккумулятор разрядится, устройство выключится. То есть вы в следующий раз поставите его на зарядку, оно зарядится и можно будет его использовать. То есть уже оно будет активировано с этим номером. Насчет проблем защиты. Да, тут есть нюансы такие, что если кто-то случайно позвонит на ваш номер, то устройство, естественно, привяжется к нему. В данном устройстве есть пир-модуль, который реагирует на движение. Сейчас я покажу поближе. Вот он, собственно. Здесь он уже ни на что не реагирует. Пир-модуль, инфракрасный датчик движения. Микрофон с довольно-таки неплохой чувствительностью, то есть комнату 20-25 квадратов покрывает хорошо и, в принципе, разборчиво можно слышать. Аккумулятор. Аккумулятор здесь 3,7 вольта примерно миллиампер, ну, по габаритам. Миллиампер 400 должно быть, но я замерял, в нём 270, не больше. То есть он очень дохлый. Антенка. Антенка тоже так доверие не внушает, но в Китае есть Китай. О недостатках данной системы. Из-за того, что это, если брать Китай подороже, думаю, он будет чуть лучше работать. Потому что это самый дешёвый практически был вариант, это так для экспериментов уже и ради интереса, чтобы посмотреть, что оно из себя представляет. был взят. При использовании, то есть были ложные срабатывания на одной модели, на второй модели отгорела зарядка, то есть и ремонту её просто взять и выбросить. Ну и опять же, на этом модуле после, там, я не знаю, недельку поработал, постоял в активном режиме, то есть там пару раз ложно сработал и больше он не звонил обратно. То есть, если я на него звоню, три гудка, он берёт трубку, без проблем. Режим микрофона включается, то есть можно слышать, но он больше уже не позвонит. То есть, я пробовал и пропаивать. Ну, тут не поможет. Как вариант, попробую ещё закажу китайские модули PIR для типа Arduino и Duish. И там точно такой же стоит PIR-сенсор, просто его сюда пересадить. Если это действительно PIR, то тут два варианта. Либо это PIR-модуль вышел в строю, либо микросхемка B-BIS-301. То есть, либо микросхемку пересадить. И я думаю, всё заработает. Ну, если честно, лучше брать модули подороже. Хотя, возможно, там такие же будут проблемы. Я думаю, в будущем ещё возьму себе что-нибудь подобного рода. Так как люди интересуются. Тут даже на крышечке выцарапано A9. Причём выцарапано, похоже, пинцетом. В общем, спасибо за внимание. Всем удачи. Ждите следующих обзоров и подписывайтесь на канал.